От 700 тысяч тенге до 5 лет тюрьмы. Закон не мелочится с теми, кто занимается продажей или производством вейпов в Казахстане. Подробнее о новых нормах уголовного кодекса мы поговорили с известным юристом. Это программа «Право знать». Мы продолжаем разъяснять вам актуальные нормы законодательства и не только. В студии Дениар Даутов. Здравствуйте. Поможет ли суровое наказание в борьбе с продавцами вейпов? Как сделать так, чтобы новый закон заработал в полную силу? Юристы и правоохранительные органы напомнили казахстанцам об ответственности за их распространение. Государство должно проводить разъяснительную работу среди населения. Чтобы формировать нетерпимость к вейпам, считает юрист, обществу нужно самоочищаться, отмечает Ануарбек Скаков. Иначе закон, который вступил в силу в середине июня, так и не начнет действовать в полную силу. Напомню, в Казахстане запретили продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них. К некурительным табачным изделиям относятся продукты, содержащие никотин, полностью или частично изготовленные из табачного листа и их синтетических аналогов. Приготовленные таким образом, чтобы использовать для сосания, жевания, нюхания. К электронным системам потребления вейпам относятся устройства, которые нагревают жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля вдыхаемого пользователя. Теперь ввоз, продажа, распространение и хранение, а также производство таких средств запрещены в Казахстане. 301 статью Уголовного кодекса дополнили несколькими примечаниями, где детально описали, что грозит за перечисленные выше действия. Первое. За продажу и распространение вейпов в Казахстане предусмотрен штраф до 200 месячных расчетных показателей, либо общественные работы на такое же количество часов, либо арест до 50 суток. Люди воспользовались пробелом в законодательстве, потому что электронные сигареты были регламентированы, продажа людям до 21 года была запрещена. Вейпы, они как бы прошли мимо. Они не подпадали ни под одно определение, ни под сигареты, ни под электроны, ни под кальяны, ни под что. Поэтому как бы считались свободными для продажи. Перейдем ко второму примечанию 301 статьи. За ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них предусмотрены аналогичные виды наказания. Только ответственность за них более тяжелая. Вместо ареста, к примеру, лишения свободы до двух лет с конфискацией имущества. Есть еще третий пункт. Если все эти действия осуществляются организованной преступной группой, то можно попасть в тюрьму на пять лет. Наказание достаточно существенное. Вопрос не в размере наказания, а в привлечении к ответственности. Так же было, например, с кальянами. Все мы знаем, что кальяны тоже запрещены, но кальяны у нас на каждом шагу. Кальяны приравнены к сигаретам. То есть там же, там же нельзя курить сигареты, там же нельзя курить и кальян. Насколько будет исполняться закон, задается вопросом юрист. Акиматы совместно с полицией должны проводить рейды по местам, где раньше продавали запрещенные ныне изделия. И привлекать к ответственности всех, кто нарушает правила. До принятия этого закона считалось, что выпадет нормально. Их могут прийти в школах, и студенты могут им пользоваться, на работе и так далее. Сейчас же многие уже сами, кто раньше эти изделия употреблял, решили сами отказаться от них. В Министерстве внутренних дел сообщили, что проводят широкую разъяснительную работу с населением и предпринимателями об ответственности за оборот некурительных табачных изделий. Уважаемые граждане, указаны изменения в законодательстве, направленные на обеспечение здоровья, в первую очередь, нашей молодежи, как будущего Казахстана. Введение закона о запрете оборота некурительных табачных изделий и вейпов в Казахстане показывает, что у государства серьезные намерения в борьбе с их распространением. Несмотря на суровые наказания, успешная реализация новых норм требует не только строгого контроля, но и формирования в обществе осознания вреда этих изделий. Только совместные усилия властей и гражданского общества помогут эффективно бороться с незаконным оборотом и употреблением этих средств. Берегите свое здоровье. С вами была программа «Право знать». До встречи.